Долина 4 на связи Понятно А что интересно, все интересно, озеро интересно Такой воды еще поискать вам надо по всей Европе Эти бравые парни хранители леса Смотрители заповедных зон, да и просто друзья всех животных и туристов Они защищают природу от людей, а людей от природы Неподготовленный человек здесь не выживет Медведи у нас в основном там ходят, до 5-7 собираются медведей Несчастный случай там произошел Парень не удержался, и вот с этой скалы Им не нужна слава, они никогда не были обласканы прессой Они просто делают свою работу Мне с детства это нравилось, скучать-то здесь некогда, здесь работа Мое это, родное, душой отдыхаем Быть инспектором, это не профессия, это призвание Вдали от мегаполисов, эти люди научились выживать И делятся этим опытом с другими Кто они, инспекторы Катунского биосферного заповедника на Алтае? Функция инспектора заповедника Это, если в двух словах сказать, это охрана территории Задача сохранить в естественном виде Ну, как бы так, как оно Разумновался Не артист Не артист? Не артист На камеру Это не для сценария, я так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Сейчас ветра нет. Вчера вообще плавать никакой возможности не было. А то, что касается по названиям, ну вот этот вот мыс, гора, медвежьим мысом зовут, хребет. Потому что часто весной медведей здесь, медведя бурого видят. Ну а вот та вершина, вот вторая, силуэт, видите, как женское лицо. Ну вот отдыхающие туристы, спящей красавицы ее местной прозвали. Водичка хорошая у нас, теплая. Вот он, габу. Чистая, чистая, чистая. Ее пить можно, мы прямо с озера, с любого, что нижнее, с любого озера пьем, с любого ручейка, с любого родничка, с речки. Ну вот мы до заповедника добрались. На Алтае дорога измеряется временем пути, а не километрами. Андрей добрался до заповедника всего за 8 часов. Как у старшего инспектора, у него в распоряжении квадроцикл и лодка. Остальные сотрудники этот путь проходят на лошадях. На тот же самый маршрут они тратят уже 15 часов. Легонький рыбный супок сваренный. Вечером работы немного, да и спешить некуда. Смена инспекторов длится 10 дней. Подчиненные сдают отчеты. Когда рабочие моменты завершены, все собираются на импровизированной летней кухне. За ужином заканчивается первый день на кордоне. Катунский заповедник существует четверть века и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В его высокогорьях находятся 390 ледников, 135 озер, многие животные и растения занесены в Красную книгу. Именно ради сохранения этой сокровищницы и был организован заповедник, который состоит из четырех кордонов. Каждое утро они выходят на радиосвязь с Большой землей. Ведь на территории заповедника не работает мобильная связь. Включаем. Зарена 2, Катунский, до меня 1, Катунский. Константинович вышел. На связи, Константинович. Утро доброе. Доброе утро. Все, солнце светит? Да. Перекличка у нас идет. Как погода будет стоять? Сначала долина 1, с долиной 2. У нас 4, 3 кордона. С каждым кордоном связь идет. А у нас долина 4, позывной. Долина 4 готов. Все долина 1 готов. Долина 4 на связи. Доброе утро, Константинович. Как слышите нас? Все нормально вздыхать? Как? Рядом вроде сидишь. Что-то про утро. Что-то все нормально у вас? Да, у нас все в порядке. Все по плану. Понятно. Что там? Сейчас вы. Позже сообщу. Понял, все понял. Ну, все, связь у нас кончилась до полчетвертого. Петр Данилович, Александр Николаевич, одни из старых наших кадров. Александр Николаевич с самого основания. С 92-го года он на службе. Петр Данилович года на 2, на 3, наверное, позже пришел, да? 23 года. Ну, 23 года вот уже работает. Время много прошло, вместе уже проработали. Правильно Николаевич сказал, притереться надо. Ну, притерлись, притерлись. Работают уже давно. Ну, у каждой смены вообще свои такие особые взаимоотношения. Со стороны посмотреть, вроде бы, как бы, типа, даже чуть ли бы со стороны, если не такого, не скандальщика. А на самом деле это у них такой своеобразный стиль общения, юмор между собой. Поддевка такая вот легкая. Интересно, как бы, над ними наблюдать. Чего? Пора и чаю попить. Пора и чаю попить. Гордость Александра Николаевича – это баня. Он строил ее специально для туристов. Душ в заповеднике нет, а в озере купаться холодно. Ну, этой бане 20 лет. Валили, возили, на лодке плавили, тут на себе вытаскивали, вот, каждая бревешка вот эта. И рубили ее сами. Ну, вот эти вот бревна все на своих плечах мы вытаскали. Двери я сам сделал. Обыкновенным рубанком ручным выстрогали все, сделали, это все выбрали. Ручки, корни нашли, придумали. Навесы сами сковали. Печку сам варил вот эту вот дома. И сварщик, и режщик, и все. Ну, это вот, косяки тоже сами сделали с Павелом Романовичем. Все рубанком. Рамы сами делали, стеклили сами. Косяки вытесаны топором, вот они, вот это вот, что двери вставлены. Здесь ничего нет, то, что мы сами не делали. От заповедника нам никто ничего не дал. И даже копейки не заплатил за это дело. Все свои деньги вделали? Ну, мы в основном все на инициативе построили сами. Все для людей стараемся делать. Мы группа пришла, допустим, попала в дождь. Баню натопили, приготовили им все. Они намылись, накупались. Еще и в озеро сбегают, искупаются. Все, довольны люди. Это вы из бани тогда? Да, 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 из бани тогда. Не повторяйте этот трюк в жизни. Медведи, никогда не бегайте босиком по территории заповедника. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали. Ну, змеи встречаются, встретятся, может, в любом месте на тропе. Как бы гадюка и щитомордник у нас. В принципе, ядовитые. Были случаи, что кусали туристов. Змеи – это не самое страшное, с чем здесь можно столкнуться. На кордоне, прямо по этим дорожкам и тропам бродят медведи. Ну, вот иногда ночью медведь приходит. Медведь начинает спускаться, ходить по тропинкам. Ну, и бывает, что подходит к кордону иногда, проверяет, помойки ходит. Бывает, что даже вот случай был лет пять назад. Медведь пришел возле кордона, напарник пошел ночью в туалет. Медведя испугал, утром встали, яма выкопана, туалет подкопал. А вообще опасно, по ночам в туалет ходить? Ну, как опасно. Медведь может напасть в случае трех. Если помодеваться некуда от человека, его прижали к стенке. Или он будет ранен, или очень голодный. А вы встречали медведя так лицом к лицу? Ну, а как? Ну, чуть подальше, чем с вами разговаривал. Метров на пять, на семь. И как? Нормально. Поговорил громко с ним, и все. Ну, медведицу с двумя медвежатами встречал. Медвежонок один ко мне бежит, другой, слышите, полез в сентябре. Ну, они сытые уже, упитанные были, на орехах. А она срочью ягоду ела, вот, рюмалась. Ну, это я медвежонку сказал, куда бежишь. Когда услышал, что человек-то разговаривает, она команду дала медвежа, там, рыкнула. Ну, я, конечно, громким голосом, русским текстом правила говорил. И все, медвежонок быстро спустился с дерева к ней, этот к ней. И они удалились быстренько, быстренько. Отвалили от меня. Сын подошел, что, говорит, кричишься. А у меня так шапка приподнялась. Все, нормально, поговорили. Ну, это опасно. Всякие разные случаи бывают, их все не обскажешь. Но они есть, тем не менее. Самое главное правило при встрече с медведем – не пытайтесь от него убежать. Медведи могут развивать максимальную скорость 60 км в час. Поэтому косолапами их только в сказках называют. Убежать от медведя может только лошадь. Ну, если она у вас есть. Вот сюда мы приезжаем, как бы, досюда, вот, на лошадях. Ну, вот это моя лошадь, махоня. Такой принципиальный, характерный. Весь хозяин. Вот эту вот подушечку связала мне моя супруга. Ну, для мягкости что-то. Потому что на кожанке ездить по 4 часа или по 8 часов – это, как бы, не работа. Это топор. Это на топор не вот. Без топора никуда. Я, допустим, вообще никуда не езжу без топора на коне. Потому что мало ли где что. Даже та же лошадь завезет где-то ногу между корякой. Можно разрубить и вытащить. Не дать ей сломать. Да и ногу. Подковы сами заправляем. Возди сами бьем. Лошадь – это единственное средство передвижения по заповеднику. Иногда приходится сидеть в седле по 10 часов. Но есть места, где и лошадь пройти не может. Приходится надеяться только на свои силы. Что и говорить, физическая форма у инспекторов должна быть на высоте. И возраст этим парням не помеха. Ну, турник как бы… Мы сделали его, в принципе, для туристов. Проверяем, кто желающий, кто сколь подтянуться. Вот у нас дедок 78 лет. Он семь раз подтягивается на этом турнике. Еще ходит через перевалы. У меня два года до пенсии осталось. Инспекторы снимают показания с метеодатчиков. Ведут подсчет животных. Следят за туристами. Помогают тем, кто попал в беду. Или оказывают медицинскую помощь. Если кому-то стало плохо. При этом инспектор должны заботиться и о своем быте. Ведь ни холодильника, ни стиральной машины здесь нет. Из благ 21 века у них только источник энергии – солнечная батарея. Поэтому не нужно объяснять, что время здесь летит незаметно. Туда бежишь, сюда идешь, то делаешь, дрова колешь. Пожрать себе приготовишь, пока где-то что-то постираешь. Где-то вымоешь. Все же надо делать. За нас-то никто ничего не делает. А еще соберешься, надо еще и с проверкой съездить. То на верхнее озеро, то на озеро поперечное туда. Летишь туда. Это в неделю три раза, четыре как минимум. Надо сходить туда. Погода, не погода, а все равно идешь, проверять надо. Мы никогда не унываем. Кордон состоит из нескольких строений. Жилое и рабочее помещение. Летняя кухня, баня и склад. И все эти здания строили сами инспекторы. Все это своими руками сделано. Никакими не строителями. Но если бы не хотели, кто нам его построит? Ну или сидели бы мы под дождем, мокли он возле этого костра. Или в избушке он возле печки. А так все сделали у нас, все хорошо. Даже люди приходят быстренько в дождь. Раз, прибежали, рюкзаки сюда составили. И все, и костру все греются. Ну вот у нас тут раритет вот этот. Им больше 20 лет сани. Начинали строить кордон. Сделали эти сани в 95-м где-то году. Возили на кордон вот этот лес. Возили горельник вот на эту баню. Они еще могут лет 20 нам служить. Каждый год на них возим дрова сутунками. Готовим, накатываем. И на снегоходе по озеру возим сюда, к дровняку. И живем как есть. Озеро Рада. Вода есть, чистая вода. Такой воды еще поискать вам надо. По всей Европе нигде не найдете. Чтобы можно было ее подойти, напиться и ничем не заболеть. Ее нужно сохранить еще для потомков, чтобы пользовались так же. Вот это задача номер один. Чтобы вода была чистая. По сути инспекторам дали работу. А место, где жить и отдыхать, они уже построили сами. Идеальные работники, которые еще и принимают такой подход руководства, как должное. Как нас учили родители, так мы и живем по своим законам, по родительству. Нам не нужен пиар. Нас пиару не учили. И в грудь себя бить то, что я сделал, мне это не зачем. Но сделал, да и сделал. А где он его возьмет, начальник, новый дом-то? Мы же не в Москве живем, мы живем в глубинке. Извините, тут надо нам. Мы сами себе офис отстроили, живем. Работаем в нем. Ну, будем мы в Москве, будем мы с начальства с вашего требовать, чтобы нам дали и офис предоставили, и еще что-то, и зарплату повысили. Ну, а здесь исходим из того, что есть. Одно из важнейших задач инспекторов – это сохранить лес от пожаров. Для этого у них есть специальное оборудование на кордоне. Так, ну, вот здесь у нас приготовленное орлово, заправленное водой, на всякий случай пожарной. Это вот затушение пожаров. Если где-то что-то возгорается, берем их и на плечи заправляем полную по 20 килограмм воды и вперед. Бывают пожары у вас тут? Бывают. Иногда. Вот так вот тушишь пожар. Пожар знаком Александру не понаслышке. В далеком 84-м году он чуть не погиб, спасая леса родного заповедника от огня. В 84-м году горела Туралда, ну, там внизу по Катуме, там. И мы с лесничем тушили этот пожар. Ну, лесничество, все лесники, ну, я там участвовал, как водитель был. Тушили, сбивали ветками в сторону пожарища. Вот сбиваешь, низовой пожаром, идешь его, отметаешь, отметаешь, отметаешь друг за другом. Ну, шли-шли, отметали, отметали как бы. А он сзади нас обошел, оторвались. И с другой стороны нас начал обходить. Ну, обошел, короче, и начал поджимать нас. Там, получается, что вверх идет к скала, и к скале нас прижимает. Ну, дым едкий, задыхаешься в этом дыму. Пришлось убегать. Ну, слава богу, выдержали этот едкий дым, вылезли на эту скалу. Ну, он замкнулся тут. Ну, оно как-то неприятственно, задыхаешься. Ну, в принципе, если бы скала оказалась круче, или там нельзя было на нее вылезти, значит, все было бы. Значит, мы бы сгорели или задохнулись. Это, как бы, дело опасное, тушить пожары. Ну, вот с нас требуют. Субтитры создавал DimaTorzok Длина озера этого 2 километра, ширина 700 метров, но максимальная глубина 25 метров. А рыбка есть, иногда рыбачим на пропитание. Раньше, говорят, здесь Ускуч был, но потом в 60-х годах был большой пожар, и Ускуч исчез. Но мы в данный момент каждый год проводим весенний учет медведя вот на этой горе. Медвежий мыс. Так, ну, в простонародье говорят. Так, это вот посмотреть по холму, есть дорожки, примятая трава, это медведь проходил, а может и не один даже. С каждым годом медведя все больше и больше становится. Да, прямо на берегу вот здесь, вот на Куруми, прямо на берегу. В прошлую смену даже не одного, а два друг за другом прошли. И так тихонечку по склону и ушли. Да, иногда проплываем, туристы проходят этим берегом, не зная тропы. Доходят, вон у нас знак стоит, уже несколько раз группы проходили левым берегом, а там тропы нету, там буреломы. Конечно, опасно. Был такой случай, даже вот здесь лавина задавила здоровенного медведя. И весной он оттаял, и его же собратья, медведицы с медвежонком ходили и съели его. Но медведь он и сам, мы вас с Александром наблюдали, сами лавины пускает, провоцирует. Вот встанет, как развернется, и он пойдет, и он сядет на задницу и заглядывает, как она летит. Медведь он тоже любит поиграться. Весной вот, когда медвежата вылазят, в мае здесь у нас вот деловины летят такие проталии, ну, снег. И они вылазят прямо, и как ребятешки катаются по этому снегу. Как раз знаку подплыли. А-а-а. А-а-а. Вот эти камни, это, скорее всего, что когда-то много лет назад сходили, сели дождевые. Обильные дожди проходят, и все оно с землей, все кашей перемешивается, и все сползает. Вот смотрите, вот где ров, и видно, что свежий камень, прямо чистый такой, синий камень. Это прямо у нас на глазах тоже прошел большой ливень. Там очень большой, прямо все водой взялось. Слышим шум такой, выскочили. А оно прямо там, груда такая, гора камней плывет. И вот она хорошо не пошла на кордон, а пошла маленько левее. Там большая скала, она в скалу как бы ударилась, и ушла вот прямо влево туда. Вот это растение, бадан, его можно употреблять как место чая. Но вместо чая, зеленый, нельзя, он ядовитый, только собираются вот такие уже отмершие листья. И вот с этого можно заваривать чай с молоком, очень вкусный. А как вы узнаете, что зеленый нельзя пить? Эмпирическим вкусом? Да нет, от старых людей узнали. Все, видать, проверено горьким опытом. Да, конечно, сдалека можно посмотреть на эти косогоры. Горы, можно сказать, что никакой живности нет. Если взять бинокль, посидеть с час-полтора, то обязательно кого-нибудь увидишь. Может косули, может медведя, может марала. Ну, что-то увидишь. А так, чтобы посидел и ничего не увидел, такого, конечно, тоже нет. Особенно вот утрами, вечерами. Днем зверь отдыхает, не видать его. А утрами, вечерами он начинает двигаться. Обязательно увидишь. Когда большие дожди, вот по этому склону насчитывается 13 прямо таких водопадов. Таких значительных видно даже, их очень хорошо даже. А вот этот вот, где разбился парень, тот вообще самый большой водопад. Там оно, когда водопад большой, он прямо с камнями летит, там все, ну, камнепады подмывает, оно все сыпется. Это опасно, конечно, здесь проходить. Вот этот знак мы поставили не так давно, но лет 10 назад. С каждым годом туристы по незнанию идут левым берегом. Ну, здесь оно, тропа вот доходит до конца озера, а дальше тропа прерывается. Ну, короче, там не пройти. Болото, кочки. И все, вот мы поставили знак, чтобы люди подошли, развернулись и ушли. Да, конечно, опасно, там и камнепады бывают, и болото там, и очень большие валуны можно упасть и куда-нибудь. Да, в общем-то, помогает. Ну, конечно, есть такие товарищи, которые обходят этот знак и идут дальше. Но потом, в конечном итоге, возвращаются и кричат, чтобы мы их перевезли, там, спасли, и уже дело к вечеру. Ну, куда деться? Приходится плыть, забирать, перевозить их. Был такой случай. Года 4 назад двое парень с девушкой с Санкт-Петербурга решили прогуляться вот по вот этой горе. Они поднялись напротив шумов на вершину этой горы и пошли хребтом. Ну, конечно, это время быстро проходит. И не рассчитав время, уже дошли до Сюдова и стало уже маленько смеркаться. Они решили по-быстренькому спуститься и пошли вот сюда вот, где водопад. И все, хотели здесь спуститься. Девушка шла сзади, парень впереди. И сели назад и хотели, как бы, тихоньку спускаться там, круто. И все, парень не удержался и сразу, как бы, катанулся и набрал скорость. И вот с этой скалы примерно где-то метров 50-60, и все, упал к низу и весь переломался. Где ручей вот стекает, вот прямо с этой скалы. А девушка маленько как-то задержалась и за кидерку схватилась. И вот пришлось ей всю ночь сидеть там. Утром инспектора ее вытащили. Петр родился в династии Егерей. Поэтому уже с детства его судьба была предрешена. И все же он попытался разорвать замкнутый круг и кардинально поменять свою жизнь. С женой открыли бизнес. Пошла прибыль, вроде бы и жизнь наладилась. Однако, любовь к горам оказалась сильнее. И он бросил бизнес и вернулся в заповедник. Да я вообще отдыхаю в горах. В горы приехал, но никаких ни забот, ни проблем, Илки. Просто чисто отдыхаешь душой. Наверное, все мечтают о такой работе, чтобы жить где-то в лесу, на природе. Вот туристы приходят, Илки, говорят, какие же вы счастливые, что живете в таком месте красивейшем. Всем бы советовал такую работу. Продолжение следует...